Всех приветствую на своем канале. Сегодняшний влог начнем с небольшой уборки. Мне нужно навести порядок на кухне. Вот, посмотрите, у меня бардачелла. Мне нужно загрузить посудомойку. И хочу испечь рогалики. Начну с приготовления рогаликов. Пока они будут у меня выпекаться, я как раз наведу порядок на кухне. Здесь у меня смородиновое варенье с черной смородины. Добавлю сюда крахмал, обычный картофельный крахмал. И пока буду раскатывать рогалики, у меня здесь как раз крахмал разойдется. Будет нормально. Крахмал добавляю для того, чтобы при выпечке варенье не вытекало из рогаликов. Я уже делала такие рогалики, пробовала с яблочным вареньем. Вообще отлично, варенье не вытекает. Нужно хорошо перемешать. Этот крахмал. Изначально кажется, что жидковатое варенье получается. Нет, оно не будет растекаться, даже если оно такой жидковатой консистенции. Так, отставляю в сторону и будем раскатывать тесто. Музыка. 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 Ну, вот так вот у меня получилось. И теперь на каждый треугольничек выкладываю варенье. Теперь рогалики нужно смазать. Я не буду смазывать яйцом, посыпать сахаром. Я смажу растительным маслом. Музыка. Все, убираю в духовку, потом покажу, когда приготовится. Буду убирать свою бардачелу, загружать посудомойку. И осталось помыть то, что не моется посудомойку. Спасибо. вот такие румяненькие получились рогалики как видите варенье не вытекло все осталось на месте вкусненькие чисто на ура у нас идут также я люблю дрожжу слоеного теста делать слойки с творогом с брусникой с малиной моим очень нравится вот сколько получилось из двух листов вкусные рогалики горячие попробую разломить вам показать внутри ой девчонки надо мне покрасить полку пробовала я вчера и губкой красить и кисточкой ну блин не нравится мне вот видите какие мозлы тут получаются первый слой красишь кисточкой высыхает второй слой начинаешь наносить она за кистью первый слой начинает тянуться за кистью вообще не понравилось мне взяла губку начала губкой губкой тоже не удобно ну короче не не получается ничего сегодня съездила купила валик как бы у меня основание от валика то есть поехала хотела сменный валик сам взять сменных валиков нет купила новый валик сейчас валиком покрашу я камин красила валиком валиком хорошо удобно нормально равномерно все прокрасилась а вот кисточкой почему-то не камин я не могла покрасить нормально и вот с полкой мучаюсь краска то сохнет быстро тем более тут у меня кочегарка тут вообще жарко и махом все высыхает вот сейчас покрашу хотела баллон купить ну спрей а потом подумала блин а у меня стоит краски целая ведерко почти и куда ее она потом негодная будет и решила я домучить эту краску реально домучить сейчас валиком все покрашу надеюсь все получится короче ерунда какая-то получается вот ведь вот этим мозлы от кисти вот это ложилась так и сейчас прошлась валиком но она еще подсохнет будет более равномерно не знаю попробую несколько слоев валиком нанести будет толк не будет иначе я психа ну просто водой это все смою и покрашу обычной краской короче мучилась я мучилась вот эти вот мозлы от кисточки это не закрашивается ладно фиг с ним вот эту вот сторону одну я прокрасила еще на три раза короче меня это бесит вот повелась что мне стало жалко эту краску что она испортится сама себя просто мучаю о это просто жесть я груння плюнула уже и не хочу я ничего вот посмотрите вот это я на один раз сверху прошла краска это капец капец ну вот еще на два раза покрашу нормально будет так у меня еще и 2 полка вторую я уже не хочу этой краской красить потому что но это одно мучение просто мучение ну вот еще торцы надо будет прокрасить я не никогда не покупайте эту беспонтовую краску я вообще не понимаю как ей можно что-то красить такой краской ну ну ладно тут нормально но как более-менее так под фактуру дерево подойдет жесть просто короче не знаю бесит меня либо правда все это смыть водой просто купить баллон краски и запшикать это все или обычной нормальной краской покрасить или уже докрасить ту сторону и оставить так не знаю пишите пишите что вы думаете но уже тут порядок ванной стирка и покажу вам пустые баночки а то бутыли большие выкинуть нужно занимает место так закончился у меня вот этот ваниш кристальная белизна но я думаю тут что о нем говорить все прекрасно знают что это супер классное средство для отбеливания для выведения пятен покупала я его кстати по акции в ленте ну и потом уже дома только уже через несколько дней я поняла что вы здесь у должна была быть крышка вот эта мерная но ее не было ну сама такую взяла с полки классное средство и бутыль этот большой надолго мне хватило двухлитровый хорошая так закончился у меня вот этот кондиционер е люкс запах очень приятный фикси покупала тут по моему литр семьсот да очень приятный аромат но он жиденький если будете такой покупать имейте ввиду что он жидкий неплохой кондиционер единственное что он не концентрированный он жидкий но знаете мне нормально потому что у нас вода очень плохая какой только кондиционер ты не заливай на качество стирки не повлияет я больше беру кондиционеры для приятного запаха так что мне все равно жидкий он густой не жидкий вот так ну мне понравился аромат вообще обалденный так дальше фэри зеленое яблоко честно фэри я в больших вот таких бутылках не люблю но просто у меня закончилось средство и мне срочно нужно было вот первое что попалась купила по моему я фикси его покупала вот в больших бутылках больших объемах фэри не такой как маленький или может быть вообще он не такой как раньше был в маленьких по крайней мере бутылках он густой действительно он экономичный пенится хорошо а вот этот ну не знаю мне не очень понравился вот этот вот фэри ну такое как бы ну больше я не буду покупать я фаберликовский покупаю про запас я пользуюсь и фаберликовскими средствами это мне не очень заходит еще мне нравится аос вот аос да он и недорогой и густой экономичные пенится и смывается хорошо а вот это мне не понравилось так следующая в ленте покупала гель для чистки унитаза без хлора здесь по моему литровая бутылка да ну что могу сказать но неплохой гель но так чтобы вау нет так вот прям отмывает отмывает все и вся ну нет такого но обычный нормальный гель но ничего плохого сказать не могу и супер вау эффекта тоже я не увидела я этот гель заливала на ночь в унитаз чтобы поддерживать чистоту и в принципе неплохой так что у нас еще закончился вот такой гель для унитазов шуманит баги фирма но знаете я ожидала от него большего я заказывала на алиэкспресс объем 650 миллилитров да он густой он такой и запах у него нейтральный такой едва уловимый но приятный но с нашей водой к сожалению он не справляется но я на него возлагала большие надежды но нет ну хороший он сам по себе он неплохой я понимать я вам отзывы даю конкретно относительно нашей ситуации с водой у нас очень жесткая вода я вот сейчас покажу раковину я тут была в поездке два дня я не мыла в ванной раковину я вам покажу сейчас какой там что там творится вы сами увидите поймете что у нас за вода так что тут маленечко осталось щетку заменила насадку на зубную щетку электрическую так закончились у меня вот эти шарики брыф нравится мне вот эти брыфовские шарики но мне нравится желтой желто синие по моему они идут да и синие сиреневые по моему вот они да а какие только другие цвета не брала там розовые какие-то зеленые ромбиками и там и какие всякие мне не понравились мне нравится только вот именно желто синие синие сиреневые все вот вот такие вот и синий желтый вот они классные хорошие они не помню где покупала везде продают так фикси я покупала вот эту краску для волос эта краска аммиачная ну цвет да какой но я понимала что такого цвета никогда не будет на любых волосах даже вот по таблице не будет никогда такого цвета покрасилась я девочки скажу вам так я очень долго здесь везде читала искала какой же здесь окси окислитель процент но нашла здесь какие-то обозначения вроде бы как должна быть шестерка но не знаю насколько верны здесь маркировки ладно не суть важная развела эту краску настала на ну нанесла на волосы смотрю не прошло и 10 минут смотрю у меня волос темнеет 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 прям вообще чуть ли не черный я краску держала на волосах меньше 10 минут хотя здесь рекомендовано 25-30 минут я быстренько все это дело смыла получился но я скажу что темно русый но она смывается я вот уже несколько раз голову помыла цвет по крайней мере ровный седину закрасил и ну смывается но смывается равномерно и сейчас вот цвет вот именно тот который мне нужен ну смотрите сами но действует она очень быстро по крайней мере на моих волосах я держала меньше 10 минут у меня получился темно русый правда голову помыла шампунем глубоко очищающим и он посветлял и каждый раз мой голову вода темненькая так что вот так так закончился у меня мой любимец гель для душа с черной смородиной я не знаю как правильно произносится название этого бренда деликар или деликар не знаю ну вот как то так очень понравились мне вот эти гели для душа заказывала я по моему на улыбке радуги знать объем 300 миллилитров там я брала малину и черную смородину ну малина малина ну как варенье малиновым пахнет но я просто в восторге я просто обалдеваю от вот этого аромата черной смородины первый раз я покупала на пробу один флакон а потом я купила три флакона вот один у меня уже закончился очень мне нравится и приятно тело пахнет и вообще такой вот аромат вот реально не химозный а вот именно черной смородины очень приятный закончился дезодорант мужской рексона в рексоны люблю дезодоранты хорошие а вот олдспайс мне не нравится по крайней мере у нас в моих мужчин ничего не держит мыло вот это мне понравилось от faberlic молочные протеины с кокосом а знаете вот мне показалось что вот это аналог дав но только маленький объем но выгоднее мне конечно купить дав но мыло неплохое хорошо пенится и вот помните на распаковках были такие мешочки для мыло кстати вы знаете какая-то суперская вещь у меня теперь нет в бане обмылков у меня все мыло стирается под корень не приходится выкидывать обмылки которыми можно еще пользоваться долго но в руке уже они не держатся так что а вот хорошее мыло так ну что то все закончились у меня пару таких пакетов персоль не пару на штуке три вот один показать оставила классная штука 18 рублей фикс прайсе если что-то кипятить я кипятила белые полотенца какие-то белые футболки отличная вещь справляется на ура в кипячении вообще вопросов нет замачивать горячей водой тоже отлично справляется но с моей покрасившейся одеждой белый он не справился и все таки девчонки я думаю что это скорее всего порошок бимакс вот у кого может быть были такие ситуации напишите мне так и закончились ну смысле бимакс покрасил мою одежду закончились у меня мои любимчики энергия тибета освежители воздуха просто балдеют их ароматы мне ничего больше не надо просто супер крутой аромат и все и сейчас вот когда у меня было про запас они были в наличии в фикс прайсах сейчас в трех фикс прайсах было нету просто их нету опять а я поставила нас вот последние сменные флаконы и все я не знаю что я буду делать я даже не признаю другие ароматы я просто обожаю вот этот вот аромат энергия тибета кто еще не пробовал попробуйте мной с девчонки кто-то пользовался вот такими напишите как вам понравились не понравились и вообще пишите пожалуйста вот я вам что-то показываю если вы пользовались или вы потом вот купили допустим по моей рекомендации либо как-то пишите свое мнение нравится вам такое не нравится потому что знаете на вкус и цвет фломастеры разные и у всех мнение может быть разное вот у меня такое мне допустим нравится кому-то не нравится вы пишите свое мнение тоже я думаю и другим зрителям будет интересно почитать и более-менее ориентироваться по каким-либо продуктам товаром нужным это покупать или нет так что вот так ну все пустые баночки мои закончились в этот раз их немного ну вот все что было ориентироваться по этому вопросу